МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У холодов сельскохозяйственные ярмарки, работавшие у музея имени Алабина и УДК «Октябрь», завершили свою работу. Но приобрести свежие продукты высокого качества можно на круглогодичной муниципальной ярмарке на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Выбор продуктов на ярмарке постоянно обновляется, отражая сезонные изменения и обеспечивая большой выбор для ценителей свежей фермерской продукции и деликатесов. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 утра до 19 часов, информирует городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 лет ежегодно напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Диспансеризация взрослых – это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике в фельдшерском пункте. Чтобы ее пройти, нужен полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. Телеграм-канал Октябрьского района рассказывает о проекте «Единство красоты» устройстве пешеходной зоны с установкой скамеек и урн на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу улицы Печорская, дом 29. Необходимость благоустройства территории возникла в связи с отсутствием мест для отдыха жителей, поэтому они решили принять участие в губернаторском проекте «Содействие». В Самарской публичной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание». С каждым годом акция набирает все больший масштаб, но одно остается неизменным. Заслуженную награду получают самые достойные представители различных сфер общественной жизни, добившиеся больших успехов в своем деле, отмечает телеграм-канал Самарского района. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает о преимуществах пушкинской карты. Обладателями ее могут стать ребята в возрасте от 14 до 22 лет. По карте можно приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения – 5000 рублей. По карте доступны кино, выставки, театры и музеи. Министерство культуры сообщает, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме. Возле ДК «Нефтяник» установили елку, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. Весь процесс установки и украшения занял у сотрудников МБУ Куйбышевский порядка 8 часов. Вечером елка порадовала всех прохожих красивыми огоньками. Специалисты провели пробный запуск гирляндой для того, чтобы проверить исправность оборудования. Иллюминация будет зажигаться каждый вечер.